Какую самую глупую ситуацию вы наблюдали, когда человек обиделся? Один незнакомец очень расстроился, потому что я закрыл уши, когда мимо проезжали машины скорой помощи. Он сказал, что я проявляю неуважение или что-то в этом роде. Блин, эти сирены чертовски громкие. Раньше я жил с черным парнем из Великобритании. Однажды вечером мы пошли в местный бар, познакомились с компанией ребят и стали о чем-то общаться. Одна белая женщина из нашей новой компании сделала мне замечание, когда я назвал своего соседа по комнате черным. Правильный термин – афроамериканец. По ее словам, даже британцы являются афроамериканцами. Несколько лет назад женщина пришла ко мне на работу и купила черную плиту. Парни передают ей коробку, а она отказывается брать, потому что на коробке написано «негро». Все пытались объяснить ей, что по-испански это значит черный, но она ушла, сказав, что мы все расисты. Дама начала кричать на кассира и пыталась перепрыгнуть через прилавок, чтобы проверить на подлинность купюру в 100 долларов, который она заплатила. Я уверен, что это была фальшивка. Веселая история. Однажды на Рождество моя сестра получила принтер 3 в 1. Сканер Xerox Printer. Ради интереса мы решили сделать цветную копию 20 долларов. Мы сделали копию, вырезали по контуру и теперь у нас есть жалкое подобие фальшивки 20 долларов, которая сделана на бумаге для принтера, а с обратной стороны пустая. На следующий день мы идем в Walmart и оставляем фальшивку на земле на видном месте, просто чтобы посмотреть, как люди на нее отреагируют. Мы жили в очень маленьком городке. Одна женщина поднимает ее и с очень серьезным видом бросается к ювелирному прилавку, чтобы рассказать продавцу, что кто-то в городе пытается использовать поддельные купюры. Чтобы доказать это, она достает из сумочки маркер и делает отметку, заявляя, «Видите? Там даже нет водяного знака!» Видимо, просто перевернуть эту чертову бумажку и увидеть, что обратная сторона пустая, было недостаточным доказательством. Пока мы гуляли по магазину, дама вызвала полицию, и они составили протокол об инциденте. На следующий день в нашей местной газете опубликовали статью о поддельной купюре, найденной на парковке в Walmart. Я упоминал, что это действительно маленький город. Кто-то однажды пожаловался в моем ресторане, что в его швейцарском сыре не хватает дырок. Я встречала людей, которые обижались на меня, потому что я не позволила им погладить мою собаку, которая больна сирингами Элии. Неврологическое спинальное расстройство, вызывающее периодически сильную боль при прикосновении. Я объяснила им, что из-за болезни она может стать слишком возбудимой и агрессивной, если ей станет больно. Они сказали мне, что я не должна выгуливать агрессивную собаку, поскольку она может укусить того, кто хочет погладить ее. В обеденный перерыв я часто ездил в ресторан быстрого обслуживания для водителей рядом со своей работой. После того, как они повторяли мой заказ и предлагали мне двигаться вперед, я всегда говорил «спасибки», прежде чем подъехать к окну выдачи. Однажды один менеджер подходит к окну и говорит «Привет, я скажу вам кое-что». Каждый раз, когда вы приезжаете сюда и говорите «спасибки», это звучит очень грубо. «Спасибки» можете говорить своим друзьям, а здесь нужно говорить «спасибо», потому что так будет вежливо. Это был последний раз, когда я обедал у них и по возвращению на работу сразу же написал жалобу их начальству. Я работала официанткой и однажды разносила еду к столу с маленьким месяцев шесть ребенком, одетым в обычную детскую одежду коричневого цвета. Я подала блюдо, а потом, глядя на ребенка, спросила у матери «Она что-нибудь будет?» Женщина смотрит на меня одним из самых разозленных лиц, которые я когда-либо видела и рычит. Он мальчик! Поэтому я сделала самую логичную вещь, которая была здесь уместна. Пожала плечами, сказала «упс» и ушла. У меня есть подруга с ребенком, которому шесть месяцев. Она всегда одевает его в нейтральные цвета. Никакого розового или голубого. Буквально на прошлой неделе она опубликовала в фейсбук огромный пост о том, что люди часто путают пол ее ребенка. Людям нужно быть более внимательными. Это же очевидно, что Лекси девочка! Конечно, все ее друзья оставили комментарии, поддерживая ее. И не говоря, что никто и никогда не определит только по виду пол ребенка шестимесячного возраста без нормальных подсказок. Я как-то был в национальном парке Гранд Титан. Мы разговаривали о геологии, поскольку нахожу эту науку очень интересной. Один из людей, с которыми я обедал за одним столом, был очень обижен, когда я предположил, что останки динозавров, найденные в парке, лежат там более двух миллионов лет. Парень подумал, что я его разыгрываю. Я работаю с парнем, который не верит, что динозавры когда-либо существовали, и что все окаменелости, которые когда-либо были обнаружены, являются мистификацией археологов. Это взрослый, как кажется на первый взгляд, человек с высшим образованием. Мы просто не говорим о динозаврах, когда он рядом. Изменено. Да, я понимаю, что останки динозавров ищут палеонтологи, а не археологи. Вот отрывок из сегодняшнего разговора с Робби «Я не верю в динозавров». Я. Эй, Робби, что за парни хоронят фальшивые кости динозавров? Робби. Гребаные археологи, чувак. Это чертов заговор. Правительство платит им кучу денег за каждый грамм окаменелости, которые они находят. Поэтому каждый год они делают их немного тяжелее и обвиняют в этом углеродный анализ. Я не смог бы придумать такую глупость, даже если бы очень попытался. Толстые девушки обижаются на худых девушек, потому что они худые. Вы говорите, что довольны своим размером, но на самом деле ваша постоянная потребность оправдывать свой лишний вес и подавлять других говорит об обратном. Они не обижаются, они просто ненавидят правду. Жир не привлекателен. Раньше лишний вес был признаком достатка. Если кто-то был полный, значит он мог позволить себе купить больше еды, значит он был богатым. Сегодня избыточный вес является признаком лени и диабета. В ресторане много лет назад один парень заказал суп. Он вытащил из супа лавровый лист, позвал официанта и сказал, в мой суп попал лист. Он был уверен, что лист свалился с дерева снаружи. Менеджер продолжал объяснять, что это лавровый лист, ингредиент для вкуса, но у этого парня, видимо, вкуса не было. С тех пор, каждый раз, когда моя жена готовит суп с лаврушкой, мы вспоминаем эту историю. Тот, кому в тарелку попадается лавровый лист, сразу начинает ворчать. Пока в шутку. Когда моя жена работала в ресторане, на одного из ее коллег накричали за то, что он сказал сэр черному парню. Гость утверждал, что сэр это расовый эпитет. Я определенно не из тех, кто думает, что большинство черных людей используют расизм в своих интересах. Но я никогда не слышал о сэре как об эпитете. Кстати, за это он получил свой обед бесплатно. Одна дама обиделась на меня, потому что я не позволила ей подержать на руках своего новорожденного ребенка. Это была совершенно незнакомая женщина в продуктовом магазине. Я говорю в таких ситуациях так. Это мой первый ребенок, и я даже своим родителям не позволяю брать его на руки. Хотя подойдет и следующая фраза. Конечно же, вы, абсолютно незнакомый мне человек, сможете подержать мое самое любимое, замечательное и драгоценное сокровище. Когда рак на горе свистнет. Однажды я видел, как мужчина открыл дверь для женщины, которая вошла в здание. Она взбесилась и начала назвать его отвратительной сексистской свиньей. Она спросила его, стал бы он держать дверь открытой, если бы она была мужчиной. И заявила, что с ней и со всеми женщинами следует обращаться так же, как с мужчинами. Парень просто смотрел на нее несколько секунд и ушел, качая головой. Это реальная история. Мой папа был на работе и видел, как парень придержал дверь для женщины. Просто, чтобы быть вежливым, он улыбнулся ей и ждал. Подойдя к двери, она сказала, «Почему вы придержали дверь? Потому что я женщина и не могу сама?» Он не знал, что сказать и пробормотал странные извинения. Женщина просто сделала больше эхидных комментариев, зашла в здание и продолжила свой путь. Мой отец и этот парень посмеялись над этим, удивляясь, почему бабы бывают такие странные. На следующий день этого парня вызывают в офис главного менеджера и говорят, что его обвинили в сексизме и преследовании на рабочем месте. Этот парень должен был пройти двухдневный курс на тему достоинства и уважения на рабочем месте, потому что он держал чертову дверь, открытой для какой-то неблагодарной суки. Наверное, я обидел одного человека на своей работе, потому что сделал замечание по поводу его интеллекта. Я отвечаю за звук на конференциях. Лектор постоянно отворачивается от своего микрофона, когда говорит, и его не слышно. В середине своей презентации он спрашивает меня, что случилось с микрофоном. Я говорю ему, что все исправно, просто убедитесь, что вы говорите в него. После лекции он сказал мне, не учи меня, как делать мою работу. Поздравление с праздниками, особенно религиозными, может обидеть многих людей. Кто-то просто промолчит, но большинство начинают с пены рта доказывать, что поздравление с Рождеством, Хэллоуином, Днем всех влюбленных, чем угодно, это личное оскорбление и нападение на их убеждения. Такие люди меня дико раздражают. Один мой друг очень разозлился, когда я сказал ему, что моя мать решила усыпить нашу больную умирающую кошку. Судя по всему, я не имею права облегчить страдания смертельно больного животного, не имею права решать вопрос о его жизни и не должна делать неизбежную смерть менее болезненной. Кроме того, я даже не знала, что моя мать решила усыпить кошку, пока не пришла домой из школы и не услышала это от нее. Мой приятель, активный пользователь и фанат телефонов Блэкбери обиделся, когда мы сказали ему, что Блэкбери выпускает полное дерьмо. Под обидой я имею в виду, что он был красным от злости и плевался во время разговора, пытаясь доказать, что у Блэкбери самое лучшее оборудование. Я думал, что его голова взорвется, когда мы смеялись над ним. У Блэкбери есть фанаты? Примерно в 1993 году, когда мои дети были маленькими и вся семья ходила в церковь, в аптистскую, мы все отправились на вечеринку к общим друзьям. На моей дочери был надет очень модный и симпатичный девчачий костюмчик. Один надутый индюк из воскресной школы сказал, что он никогда не позволит своим детям носить что-то настолько вызывающее, потому что, как он считает, это оскорбляет чувства верующих. Я была в таком шоке, что у меня даже слов не нашлось. На самом деле он просто пытался показать, насколько он сверхдуховный. В конце концов, я просто поняла, что у меня мало общего с этими людьми и перестала ходить в эту церковь. Моя мама работает на почте. Одна чернокожая дама пришла забрать посылку. Мама попросила ее удостоверение личности, и на нем было указано ее имя, Энн Смит, в то время как пакет был адресован А. Уайт. Моя мама спокойно объяснила, что она может отдать пакет только женщине с фамилией Уайт, с английского белый, что дама интерпретировала как означающее, что она отдаст его только белому человеку. Она устроила истерику, и сотрудникам пришлось позвонить в полицию. Однажды клиентка в нашем кафе попросила сделать ей холодный зеленый чай со льдом Лайт. Я, если честно, не понял, что она имела в виду, и спросил у своего коллеги, какое количество льда нужно положить, чтобы чай стал Лайт. Я пошутил, что может быть мы должны использовать не обычные кубики льда, а какие-то специальные маленькие. Мы посмеялись над этим. Женщина подслушала нас и взорвалась. Она потребовала позвать старшего менеджера и пожаловалась, что мы смеялись над ней и собирались положить ей в чай маленькие кубики льда. В этот момент мой менеджер понял, насколько глупой была эта ситуация, и сказал женщине, что он нас накажет. Он просто сказал нам не говорить о клиентах, находясь на расстоянии слышимости, и вернулся к работе. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.